Истец Галина Ивантеева, пенсионерка, бабушка погибших детей, подает иск о возмещении морального ущерба за смерть своих внуков в размере 1 миллиона рублей. Ответчик, представитель органов опеки и попечительства, против исковых требований возражает. Я предъявляю иск к органам опеки и попечительства за нанесение морального ущерба по той причине, что эти органы на мои заявления много раз отказывали мне. Вот все мои отказы. Значит, беда случилась в моей семье, в семье моей дочери. Она вышла замуж, сначала было все более-менее нормально, рождались дети, зять начал пить, потихонечку и дочь моя стала пить вместе с ним, а потом зять потерял работу. Потерял работу и пить стал как следует, запойно. Несколько дней пьет, потом неделю-две-три не пьет, потом опять все сначала. Во время пьянки выгонял детей из дома. Дети ходили оборванные, голодные. Когда мне сообщали об этом, я забирала девочек к себе. Мальчик сразу после первой же драки ушел из дома и был где-то на чердаках. В общем, длинная история. Сколько раз я обращалась в органы опеки и попечительства, но это было бесполезно. Они говорили о том, что я старая, что у меня маленькая зарплата, вернее, пенсия, а там полная семья, там все в порядке. Они приезжали через несколько дней после драки. Сколько раз я ходила в синяках, сколько раз детишки были голодными на улице, буквально чуть ли не побирались по соседям. Органы опеки отвечали отказом. Вот мои все заявления, вот отказы. Страшная история. Кончилось все тем, что родители поехали в соседнюю деревню допивать, заперли девочек в доме, а кухня у них в синях. И девочки замерзли, они не смогли вернуться в квартиру, в комнату и замерзли насмерть. Наутро обнаружили этих маленьких девочек, Верочку и Анечку, моих внучек, обнаружили их мертвыми. Я требую возмещения морального ущерба в размере миллион рублей от органов опеки. Все это могут подтвердить мои знакомые, соседи, в конце концов. Простите, пожалуйста, истец, а ваша дочь и зять были привлечены к уголовной ответственности? Были привлечены к уголовной ответственности за халатность. Статья 125 Уголовного кодекса. Не за халатность, а за то, что это было оставление в опасном состоянии. Оставление в опасности на два года всего. Слава богу, Андрюшенька со мной теперь. Я получила права на опеку на мальчика. И я требую, чтобы я могла растить Андрея, сделать его нормальным человеком, дать ему образование. Вот такая вот история. То есть фактически в опасности были оставлены только девочки, если я правильно понимаю. Девочки были. Мальчика не было дома. Мальчика не было дома. Он был у друзей. То есть сейчас, поскольку родители осуждены, то органы опеки в этой ситуации согласились, и вы назначены опеку. Да, согласились, когда уже детей не отживут. Там мне все материалы передайте, пожалуйста. Будьте добры. Так, пожалуйста, отвечки, я вас слушаю. Вы вначале, уважаемая Галина Геннадьевна, примите наши искренние соболезнования. К сожалению, два года, которые получили родители за недосмотр за своими детьми, их не вернет. Еще раз приносим свои соболезнования. Но при всем при этом я могу сказать одно, что органы опеки не согласны с этим иском. Во-первых, конечно, да, безусловно, были неоднократные сигналы и письменные заявления, на которые мы реагируем. Мы неоднократно приезжали к вам домой, не к вам, в смысле, к родителям домой, и видели там совершенно другую картину. Возможно, они пили когда-то в какой-то период, но когда мы появлялись, там абсолютная была тишина, гладь и божья благодать, что называется. Холодильник с продуктами, дети ухожены в доме порядок. Да, может быть, в какой-то действительно мы попали в момент, или неоднократно, кстати сказать, что этот момент был удачным, скажем так, для этой семьи. Но опять же, вы поймите такую вещь, что в деревне нет постоянного места работы. Там люди перебиваются буквально каждый раз какими-то разовыми заработками. Другое дело, что этих денег, которые они получают, вечно не хватает на хлеб и на игрушки для детей. Но на водку всегда хватает, понимаете? Это я действительно согласна с этим. Но при всем при этом, если мы каждую семью в деревне, из-за того, что родители пьют, какой-то период пьют, будем лишать родительских прав. Вы знаете, это, наверное, всех наших родителей, в деревнях особенно, где действительно, я говорю, нет никакой работы, вынуждены будем лишать родительских прав. Тогда детские дома и сейчас переполнены, что будет потом. Как же вам не следно. Поэтому, конечно, почему мы не рекомендовали и, в общем-то, были против того, чтобы бабушке предоставить отпекунство в свое время над этими детьми. Потому что, как ни говорите, жить все-таки в молодой семье, с папой и мамой, которые, в общем-то, в состоянии пока обеспечивать своих детей, безусловно, мы были против. Да, сейчас мы вам, конечно, предоставили возможность 10-летнему внуку, который, слава богу, остался жив, опекунство. Но опять это в той ситуации, когда лишили реалистических прав ваших родственников, то есть дочь вашу и ее супруга. Поэтому органы опеки никоим образом, конечно, не... Как нам бежать по первому сигналу? Мы так и, скажем так... Ну, как же вам не стыдно, вы никогда не бежали по первому сигналу. Вы бежали через неделю, когда уже они были в завязке. В дом, когда они подносят стакан, извините меня, к арту? Да, я могу с вами согласиться. Есть определенная бюрократическая процедура. Ваше заявление приняла инспектор, она его рассмотрела. После этого она пошла к руководству. Руководство созвало свой управляющий орган. После этого принято решение, назначается комиссия. Комиссия оформляется приказом. И после этого члены комиссии выезжают. Понимаете, есть другая ситуация. Есть участковый, которому... Ну, считайте, что это в определенной степени такая неотложная помощь, к которому можно было бы обратиться. Если бы вы обращались к участковому, он бы каким-то образом реагировал, была бы зафиксирована его реакция. Это была бы определенная помощь, в том числе и для органов опеки и попечительства. Но вот в этой ситуации я не могу сказать, что я внутренне согласна с представителем органов опеки. Ваша честь, я была сама избита. Не один раз. Для этого милиция существует у нас. Вы меня извините, но дети тут ни при чем. То, что вас сбил, это ужасно. Понимаете? Но надо обращаться было в милицию. Да, но он бил и детей. Нет, подождите. То, что убили детей, это уже халатность прежде всего родителей. Понимаете? Уже второй вариант, что мы не дали вам опекунство над этими девочками только потому, что мы пришли к выводу, что да, на сегодняшний день семья это может содержать своих детей и воспитывать достойно. Но так сложилось, что неоднократно же мы были у вас. Неоднократно. Ваша честь, но ведь дядь потерял работу. Они стали пить постоянно. Девочки голодные-холодные ходили по соседям. Органы опеки обязаны были принять какое-то решение. Они должны были любой ценой принять решение. Мы говорим сейчас об обязанности. Нам сначала обязанность лежит, прежде всего, это на родителях. Родители должны дать воспитание, здоровье. Остец говорит, я пыталась доказать, что родители не справляются со своими обязанностями. Мы отреагировали. А органы опеки и попечительства посчитали, что справляются. Вы отреагировали, когда уже девочки были в земле. Нет, мы отреагировали раньше, когда мы приходили из комиссии. Будьте добры, пожалуйста, ваше заключение. Вы свидетели просили, да, с вашей стороны? Да, пожалуйста, можно. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля истицы. Соседку семьи моей дочери. Она расскажет, она подтвердит все мои слова. В каком состоянии были девочки, как пил зять. Продукты, которые были у них, которые вы видели в холодильнике, это продукты я приносила, чтобы девочки с голоду не умерли. Вы знаете, на них не написано были, что это ваши продукты. Мы видели в холодильнике продукты. По вашей вине, за то, что вы не заступились за детей, дети и погибли. Подождите, что значит не заступились? Свидетель, свидетель. Во-первых, я прошу вас занять свидетельское место. И во-вторых, вы знаете, у нас представитель органов опеки представляет интересы по доверенности. Это не тот инспектор, который проводил обследование. Поэтому давайте вы как-то личностно не переносите ваши отношения на ответчика. Пожалуйста, я вас слушаю. Меня простите, но просто тут произошло ужасное. Смерть детей. Это же не просто так. Это просто невнимание со стороны ИСОВ. Ой, что я говорю, простите. Органов опеки. Органов опеки. Ну как невнимание? О чем вы говорите вообще? Все, что мы могли, мы все сделали. Другое дело, что недосмотрели сначала родители. Почему-то всю эту ответственность перекладывают на кого-то, на государство. А где родители в этой ситуации? Я вам писала постоянно. То, что вы писали, это, безусловно, есть факт. Все эти заявления у нас есть. И мы, соответственно, этим заявлением приходили с комиссией. На каждой написанной не рассматривали все эти заявления. Да, мы приходили тогда, когда уже в стакан стоят в стороне. Бабушка боролась, она получала синяки, она погибала. Она не боялась, она не может прийти в каждую семью, как только заливается стакан и подносится к рту. А об этом вы уже говорили. Скажите, пожалуйста, свидетель, а почему никто не обратился к участковому? Можете мне сказать? Ну, почему? Мы останавливали участкового, объясняли ему все. Он приходил к ним в семью, разговаривал. Они приходят тогда, когда им вздумается. А приходят они... Вообще у нас в деревне маленькая, все известно про всех. И они прекрасно знают, что семья пьет, и хулиганит, и дети там страдают. Но они приходят в тот момент, когда уже дети нарыдавшись, когда уже все, уже слезы высохли, когда уже... Хорошо, 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 свидетель, давайте тогда так. Вот смотрите. Итак, комиссия. Не один представитель, еще раз повторюсь, издается приказ, создается состав комиссии, назначается старший и выезжают на место. И для того, чтобы лишить родительских прав, органы опеки должны дать заключение. В этом заключении идет описательная часть. Создана комиссия, в составе которой я. Такого-то числа выехала для проведения проверки. В ходе проверки установлено. Вот они начинают описывать то, что установлено. Но они же пишут то, что они видят настоящего. Приходит слишком поздно. А как определить, рано или подождите? Бабушка приходит жаловать. Бабушка приходит, да. Подождите, подождите, пишет заявление. Вот бабушка сегодня пришла, написала заявление. Если бы они пришли в течение хотя бы трех дней, потому что они все еще это время пьют. Но они приходят на десятый. Когда уже там действительно... Они пьют раз в две-три недели. Но запойно, понимаете? И вот у них как бы в течение пяти дней они пьют конкретно. Суд удаляется для принятия решений. А теперь вернемся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслужив исковые требования истца, возражение ответчика по заявленным исковым требованиям, опросив свидетелей со стороны истца, рассмотрев представленные документы, в иске о взыскании морального вреда, причиненного гибелью детей с органа опеки и попечительства, считает необходимым отказать. Суд не удовлетворяет заявленные исковые требования, потому что смерть детей является несчастным случаем вследствие оставления их в опасности родителями, которые привлечены к уголовной ответственности в соответствии с правилами статьи 125 Уголовного кодекса Российской Федерации. То есть, естественно, в данном случае виновные лица, конкретно установленные, вступившим в законную силу приговором суда. В данной ситуации суд считает возможным выделить в отдельное производство и передать в правоохранительные органы для проведения расследования, а также вышестоящей по подчиненности органов опеки и попечительства все материалы по данному делу для проведения служебного расследования, для того, чтобы ответить на вопрос, были ли в действиях конкретных территориальных органов опеки и попечительства упущения или признаки халатного отношения к тем заявлениям, которые поступали со стороны истицы. Суд считает необходимым эти материалы выделить и передать на рассмотрение как в правоохранительные органы, так и в вышестоящий орган для проведения служебной проверки. В том случае, если правоохранительные органы найдут признаки уголовно наказуемого в деянии, будет возбуждено конкретное уголовное дело против конкретных инспекторов, которые занимались рассмотрением данных заявлений. Истец и ответчик. Суд огласил свое решение. Благодарит вас за участие в судебном заседании. Дело закрыто. Решение суда. В иске отказать. К сожалению, из-за плохой работы, вернее, из-за нежелания работать органом опеки и попечительства, погибли две моих маленьких внучки. Трех и пяти лет. К сожалению, в деревнях очень много родителей, которые пьют. Если каждых родителей лишать родительских прав, детские дома будут просто переполнены. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует...